Девушки отдыхают Мне хочется сегодня задать вам вопрос. Вот у кого мы должны искать благоволение к себе? Как вы думаете, что такое благоволение? Это когда человек к тебе благоволит, хорошо относится. Тебя уважает, тебя любит. По-моему, каждый человек хочет иметь такое от другого, правда же? Это наша натура. Нам хочется, чтобы наше окружение нас любило. Даже говоря уже об Иисусе Христе, как Он хотел и не нашел сострадания, Он так хотел. Чтобы Его поняли, чтобы Его увидели. И нам этого не хватает. Чтобы сердце человеческое было к нам расположено. И что для этого надо делать? Библия говорит, что нужно делать добрые дела. Что нужно, не думая о себе, служить другим, правда? То есть не себе угождать, а угождать ближним. С одной стороны, это так. А с другой стороны, знаем ли мы, что добро для человека, чтобы ему делать? Знаем ли мы, что является истинным добром в любви Божьей? Вот как мы в прошлое воскресенье говорили, что надо задуматься, творим ли мы добро? Сеем ли мы добрые семена в жизнь ближних наших? И сеют ли они добрые семена в нашу жизнь? Истинное ли добро мы творим? Ну, и как нам быть тогда, если мы не знаем? Павел хорошо сказал о себе. Он сказал так. У людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христова. Оказывается, есть разница между служить людям и угождать людям. Есть большая разница. Что такое угождать людям? Это искать их личного благоволения к себе любой ценой. А служить им — это оставаться честным и праведным. Это действительно творить добро. Понимая, что является ему добром. Это бывает сложнее. Потому что угождать гораздо легче. Те, которые хотят делать себе имя, создавать себе имя, что он хороший, он добрый. Он будет угождать людям. Он не будет обращать внимание, что они делают не так, закрывать глазки, угождать. Потому что ему очень важно, чтобы о нем говорили хорошо. Чтобы к нему хорошо относились. Умели благоволение к нему. А тот, который ищет благоволение Божьего, он понимает, что Бог любит народ свой. И хочет их увидеть в вечности. Значит, он будет стараться его приводить к Богу правильно. Он будет корректировать человека. Будет поправлять. Вот будет в чем разница. Когда видит, что совершает он неправильные поступки, он не сможет умолчать. Но тот, который находит оправдание неправильным поступкам, только чтобы его любили. Он ищет, чтобы его похвалили. И так и получается. Другой человек видит, что его поддерживают, и будет говорить, ой, это хороший человек, потому что он меня поддерживает. Он даже будет называть его праведником. Будет называть это любовью. Потому что его поддерживают. Но Павел сказал совсем обратное. Что нужно искать благоволение Божьего. Это истинный путь. Это правильный путь, когда вы ищете благоволение Божьего. Такие отношения с Богом надо строить в его правде. В его праведности. Помните, когда он пришел и осудил фарисеев, что он сказал? Самое главное вы оставили. Суд и правду. Самое главное вы оставили, он сказал. Суд и правду. А они вели народ. Они учили народ. Оставили самое главное. И вы знаете, что свойственно человеку искать себе оправдание и даже у Бога. Они ищут угождение себе и даже хотят, чтобы Бог им угождал. Это выглядит парадоксально. Но это так, вы знаете, что те, которые желают грешить, но при этом называются верующими, они не всегда уходят в мир. Они приходят в церковь. Они приходят сюда среди народа Божьего и хотят, чтобы и народ Божий признал их праведниками, чтобы установить законы мира в церкви. Это часто бывает. Чтобы оправдание получить именно в церкви. Мы будем делать неправильно, но вы называйте нас праведниками. Разве не так сейчас происходит в этом мире? Те, которые сейчас хотят неправедно жить, мужчина с мужчиной и так далее. Куда они идут венчаться? Зачем? Вы хотите? Идите в этом мире, регистрируйтесь. Нет, они идут в церковь. Они хотят и Бога покорить, понимаете? Чтобы и Бог их признал, обязан признать. Церковь должна нас признать. Это по-крупному, а по мелочи. Оставаться хотят грешниками, но хотят, чтобы их оправдали. И о них пророчится у Исаия. Вы знаете, я просто услышала эти слова, а потом я посмотрела, где они написаны. Бог мне сказал, топчат дворы Мои. Ну, с одной стороны, да, мы все приходим, вроде как топчем, но Он выразился очень интересно, резко, топчат дворы Мои. Он не называет это, приходят ко Мне. Он говорит, топчат Мои дворы. Я прочитаю вам это место. Это у Исаии 1, 12, 14. Он говорит, когда вы приходите являться предлицо Моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Когда идешь с нечистым сердцем, когда хочешь искушать Господа, продолжать грешить, но Господь должен тебя таким принимать, это слова к ним. Бог вот так принимает. Зачем топчешь Мои дворы? Кто тебе сказал, кто тебе сюда прислал? Кто требует от тебя топтать Мои дворы? И дальше говорит, не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для Меня. Новомесячи, суббот, праздничных собраний, не могу терпеть. Почему? Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидят душа Моя, они бремя для Меня. Мне тяжело нести. Бог не лицемер. Он никогда не был таким. Никогда не шел на компромисс с никаким грехом. И ты приходишь, грешишь в наглую и хочешь, чтобы Бог тебя благословлял, подкреплял. Он сказал, не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для Меня. Не подкупите Бога ничем. Ни поклонениями, ни прославлениями, ни молитвами красивыми. Не даже то, что приходим каждую субботу. то есть формальное исполнение постановлений Божьих, Его просто отвратительно. Если не сердцем, если продолжаешь совершать беззаконие, Ему ничего этого не надо. даже если церковь легализует беззаконие, Бог Его не примет. Понимаете? И тут не будет действовать закон, что церковь связала, на земле будет связано на небесах. Беззаконная церковь на небесах ничего не связывает, кроме беззакония под небесами. Вы посмотрите, как строг Господь. Он называет тех служителей, которые потакают развращению народа князями Содома. Представляете? Князя Содома, он так видит этих служителей. А народ, который продолжает грешить и все-таки приходит гоморрским. Народ гоморрский. Исаия 1, 10. Бог обращается, слушайте Слово Господне. Князья Содомские, вынимай закону Бога нашего, народ гоморрский. Вот так Бог судит. И не важно, как церковь определила и согласилась с грехом этого мира, легализовала грех мира в церкви. Вы Содомляне, а народ гоморрский. Бог иначе не будет судить, Бога не подкупишь, не надавишь на него авторитетом государства. Он какой был, есть и будет вовеки вечно святой. Вы посмотрите, как интересно Бог показал свое отношение к жертве беззаконника. Еще Каин и Авель принесли первую жертву. Вы знаете, можно рассуждать, что Каин не ту жертву принес, а вот Авель принес правильную жертву. Но вы знаете, как интересно сказано в Писании. Если делаешь добро, Бог сказал Каину, если делаешь добро, доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над Ним. Обратили внимание, если делаешь доброе, не если сделал доброе, вот принес хорошую жертву, сделал, делаешь, то есть Бог показал, что Он был беззаконник, Он все время творил беззаконник. Делаешь доброе, принес жертву, так что же ты волнуешься, жертву будет принято. Тем более, что мы знаем с вами, что сам Бог установил такие жертвы, как принес Каин. От земли, помните? Он принес от земли. И Бог установил эти хлебные приношения, зерна приносили. Значит, что-то другое. Не делаешь доброго. То есть, он уже в сердце был беззаконником. Понимаете? Если ты беззаконник и делаешь беззаконник и приносишь Богу жертву, молитву, хвалу, ой, Богу даже непредно нужно закрывать. Ужас. Мне тяжело это нести. Если вы творите беззаконие и тут еще меня прославляете. Это Божьи отношения, понимаете? Надо искоренять всякое зло из нашей среды. Помните, что Бог святой. Он не ослабляет своих требований к святости. Не ослабляет своих требований к исполнению заповедей. Он не упраздняет понятие праведности. Оно всегда одинаково. Не надо говорить, 21 век, да хоть 41, хоть 201. Бог был, есть и вовеки кто? Тот же. И закон его тот же. И заповеди его тот же. Те же. И когда мы придем туда, будет он судить нас не по 21 веку. По своим заповедям, которые он открыл еще Моисею. А я скажу, и гораздо раньше. Потому что он написал на сердце у каждого человека. Еще у Адама. Понимаете? Бог тот же самый. Милость это не попустительство. Это просто милость и благодать нам дана в том, что мы не ответим за свои грехи, когда покаемся. Что за нас Бог заплатил, мы не будем должниками, если мы покаемся. если мы оставили свои грехи, но спекулировать с милостью и благодатью нельзя. Использовать нельзя, чтобы угождать плоти в грехах в ее. Это Бог будет судить. Вот как Он строго сказал через Павла, я могу сказать, Дух Святой сказал. Очень строго. 1 Коринфянам 5, 9, 13. Послушайте. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Не сообщаться с блудниками. Он поясняет. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего. Или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. То есть речь не об этом, что в этом мире не надо никому здравствуйте говорить, ни с кем сообщаться. Нет. Но я писал вам не сообщаться с кем. с тем, кто называется братом. Остается блудником. Называется братом, остается блудником. Или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. А где здесь любовь? Мы же иначе понимаем любовь, правда? По головочке гладить, делай, что хочу, да? Так понимаем любовь. Нет любви, строгость, обличение. А Павел настолько любил церковь, что он не желал увидеть ее разрушение. Если не бдить на церковь и позволять ей потихонечку развращаться, что ждет церковь, разрушение, развал, потому что врата ада не одолеют тогда, когда церковь стоит в праведности, когда это тело Христа. А тело Христа имеет пороки? Тело Христа. Вы понимаете, какую честь там Бог оказал? Он нас принял в свое тело, мы тело Христа. Не поэтому ли Он сказал, будьте святы, ибо я свят? Может, поэтому сказал, как вы думаете, будьте святы, как я свят? Почему? Да, потому что вы же мое тело, а мое тело не может быть не святым. Все, что не свято, извергнете из моего тела. Это любовь. Понимаете, вот это есть любовь. Чтобы церковь сохранилась, ее надо сохранять святости. Вот в чем дело. Кто любит церковь, тот будет бдить, чтобы церковь была свята. И так он говорит, если называется братом, или сестрой, неважно, остается беззаконником, должна церковь это оправдывать, потому что любовь. Это не любовь. Это не любовь. Если она оправдывает, это не любовь. Это она соучаствует в грехе. Это соучастие во грехе. как это страшно. Есть разница. Между теми, которые пришли из мира, только что еще пока остаются блудниками, но они только зашли. может они неделю побыли, может даже месяц не сразу до них дошло. Потихонечку работаем, потихонечку объясняем. Мы с ними кушаем вместе, мы с ними пьем вместе, но мы с ними не соучаствуем в их беззаконии. Мы пытаемся их оттуда вывести. Иисус Христос тоже сидел с блудниками, сидел с кем? легкого поведения людьми, грешниками. Почему? Он что, поддерживал их грехи? Оправдывал? Нет. Как бы он донес до них? Он пошел к ним, чтобы донести до них, что надо прийти ко Христу, что Он Спаситель. Понимаете разницу? Но если называется братом, если познал истину, принял Христа, покрестился, называется членом церкви, а остался беззаконником. Как церковь должна к этому относиться? Или вся церковь будет гоморской? Или она его пресечет, и он покается? или извергнет, чтобы не быть гоморской в глазах Божьих? Правда же? Бог проявляет строгость Своего суда. Вы же помните 1 Иоанна 2 3 6 как хорошо сказано. А что мы познали Его, Бога, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Если ты узнал Бога действительно, то я вижу по твоему поведению. Тогда ты исполняешь заповедь, ты живешь по заповедям, я знаю, ты узнал Бога. А дальше говорится опять строго. Кто говорит, я познал Его, Некоторые говорят, я из семьи верующих, знаю таких, я верующий. О, тогда еще больше тебе суд. Ах, ты из семьи верующих, ты заявил, ты заявил, что ты верующий, обязан исполнять заповеди. Или же ты под судом, ты сам себя осудил. Как сказал Иисус, помните? Когда не знали, не было на вас греха. А теперь нет вам оправдания, твои уста тебя осудили. Итак, кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот и лжец. Это Иоанн говорит, это кто говорит, апостол любви. люди, апостол любви говорит, лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Отчего, как мы узнаем, что мы в нем? что мы тело Христа. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как поступает он. Если это тело Христа, значит, должно жить так, как тело Христа. То есть заповеди должны стать образом жизни. Согласны с Омой? Заповеди должны стать образом жизни. А если народ Божий живет во свете, значит, живет в обличении. Правда? Вот потушим свет сейчас. И что мы видим? Все серенькое. Силуэты можем видеть. А если свет, видно все. Если мы во свете Бога, значит, живем в обличении, так как свет обличает всякую тьму. А если высвет миру, тогда кто вы? Вы обличение этому миру. И если сюда пришел тот, который во тьме, вы кто? Вы для него обличение. А если вы сразу же с ним и одно и то же, вы и он даже не отличишь, тогда кто вы? Вы свет? Нет. Значит, у вас света никогда и не было. Значит, ваш свет это тьма. это все Писание. Писание надо знать, мои хорошие. Это все Писание. Или же вы свет миру, который обличает, даже не устами, а тем, что не принимает. Не принимает никакое беззаконие. Не участвует в беззаконии. Не оправдывает никакое беззаконие. Не может, потому что свет. Понимаете? Господь очень интересно сказал. Как евреям послание говорится так, ибо Господь кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И если ты терпишь, значит, ты кто? Ты сын. Так это добро или недобро? Если Бог бьет, наказывает, это добро или недобро? Не, не добро, это же бьет. это великое благо и добро. Значит, вы дети. Значит, вы родные дети Бога. Если Бог вас обличает, наказывает, вы его родные, он вас принял в свое, он принял в свой дом. Мне очень нравится слова Павла, вы свои Богу. Как здорово сказано, вы свои Богу. Вы его дом. Хорошо сказано? Хорошо. Так соответствовать надо. Соответствовать надо, потому что его дом свят. Итак, обличение, это проявление любви или нет? Проявление любви. Я вижу, что это проявление любви, что это великая милость, великая благодать для меня лично так. Я честно сказала Богу Господи, упаси меня. Приди на небо, подойти к тебе и сказать, и услышать. Ты делала неправильно вот это, вот это, вот это, извини. Ну, при жизни-то я была хорошей. Он-то молчал. Что добро? Услышать там вот это все, когда поздно, или здесь услышать, и быстренько все исправить, а там услышать «Войди благословенное». Что добро? Так как надо принимать, когда обличение? Сказать «Слава Богу!» «Слава Богу!» Где есть обличение, идите туда. Где есть свет, идите к свету. Поправляйте себя, и будете святыми, и будете чистыми. Не это не зло, это добро. Это добро. И те, кто служат для того, чтобы свое имя было высоким, чтобы о нем говорили хорошо, он будет умалчивать и потакать, потому что заботятся о себе. А истинные, они заботятся о церкви, о теле церкви, чтобы тело церкви было свято. Они будут заботиться о моральном и духовном состоянии церкви. Поэтому не смогут потакать. Ну, не смогут потакать. Не смогут участвовать. Да и потому не смогут участвовать, что внутри тебя Свет Божий. Внутри тебя Дух Божий. Внутри Сам Господь, ну, как Он будет участвовать? А если кто-то соучаствует, в Нем Господь есть? я как-то задумалась, а есть ли Господь в таких людях? Если они соучаствуют, если они оправдывают, если не обличают, поддерживают, есть ли там Господь? Тело Христа непорочное. Господь непорочен. Он чист и свят. Вот почему сказано, что рожденная Духа Божьего перестает грешить. Не может. Не хочет. Осуждает. Понимаете? Так что нельзя допускать своей среде закваску греха. Потому что закваска греха заквасит все тесто. Потихоньку, потихоньку скажут, а здесь разрешают. А здесь можно. Здесь принимают. Один, второй, третий, потихонечку грешок распространился. И что потом с этим тестом делать? С кислым? Господь сказал, что он есть хлеб жизни без закваски. Без закваски, понимаете? Так что нам нельзя иметь закваску. Нечистую. Ни фарисейскую, ни саддукейскую, ни иродовую. Никакой. Мы должны быть пресных хлебушек для Господа. И так мы не будем допускать надеясь. И Павел сопоставил очень интересно церковь с женой. Когда он обращался к мужьям и говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И дальше говорит, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Для чего? Чтобы предоставить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и не порочена. И он говорит, тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и церкви. То есть мы омываемся словом. Каждый раз, когда слово нас обличает, мы омываемся. Мы очищаемся. И все для чего? Чтобы вы были предоставлены Богу без пятна, без порока. Славной церковью. Это для нас водная баня. И я вам скажу, это любовь Бога. Он послал слово, это любовь его. Согласны, что слово его это любовь. Как Иисус сказал, я слово, да? Он слово, и он свет, и он любовь, и он истина. Понимаете, все остальное помимо него лукавство. Ложь. Поэтому только в этом надо пребывать. И беззаконие в нас не должно приживаться. Мы все должны его отторгать. Вы знаете, какое у Христа тело, специфику какой имеет? Отторгает беззаконие. Иммунитет к беззаконию. Отторгает. Вот это называется тело Христа. И любовь, она в том и есть, что забота, чтобы ты был чистым и святым. потому что любовь хочет видеть тебя на небесах вечности. Вот это и есть любовь, понимаете? И это есть добро для тебя. И это есть благо для тебя. А всякая неправда, всякое беззаконие, оно уже осуждено. Но любовь, она разумная у Бога. Поэтому он относится снисходительно тем, которые на улице ходят, которые еще беззаконники, еще не познали. И иначе относится к тем, которые уже его и познали, и претендуют на знание. И к тем он относится снисходительным для спасения. А к нам он относится строго для спасения. К тем снисходительным для спасения. А к нам строго для спасения. Потому что мы Его дети. Он строжит нас. Любовь к Богу — это свет, который обнаруживает все. Что не так? Это прекрасно. Идите к свету. Видите, как Иисус один раз сказал? Не идут ко мне. Кто? Беззаконники не идут ко мне. И Он сказал, почему не идут? Потому что делают беззаконие. Боятся к свету подойти. Станет ясно. Опять-таки Иоанн пишет 3, 20-21. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Как можно ненавидеть свет? А свет — это правда, это истина, понимаете? Это Божий суд. Ну, как можно его ненавидеть? А всякий, делающий злое, ненавидит свет. И не идет к свету. Почему? Чтобы не обличились дела Его. Потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету. Дабы явны были дела Его, потому что они в Боге соделаны. Вот разница. Один хочет, Господи, вот он я. А другой прячется за кустиком, чтобы Бог не заметил. Как Адам, да, прятался с Левой вместе. А вот, мои хорошие, мы видим, кто идет к свету, а кто прячется, чтобы не дай Бог его обличили. Не дай Бог, вы знали, что я делаю тайкон. Никому не говори, что меня здесь видел, что меня здесь встретил. Никому не говори, не рассказывай. А другой говорит, а что мне скрывать? А что мне скрывать? А мне скрывать нечего. Вот он, я весь пред вами. Он во свету живет. Ему нечего скрывать. Хоть ночью постучи к нему в дверь, и хоть утром заходи. Вот, мои дорогие, кто как живет. Поэтому нужно искать благоволение у Господа. Людям служить, но не угождать их похотям. Это разница. Похотям не угождать. Прихотям не угождать. А служить. И истинное служение, я вам уже объяснила, творите добро. А добро, это не потакайте неправдам, чтобы он не погиб. Не потакайте злу, чтобы он не погиб. Не будьте соучастниками во грехе. Поэтому Павел сказал, у людей ли ныне ищу благоволение? Или у Бога? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Вы знаете, еще раз повторю, любовь — свет. Правда — это свет. Добро — это свет. Евангелие — это свет. И вы знаете, как сказал Мартин Лютер, мне так понравились эти слова. Евангелие невозможно полностью проповедовать без того, чтобы не обидеть и не смутить. Если хотите, часть из Евангелия, как люди делают, вы взяли благодать, и только благодать, и все их любят. если бы я только благодать проповедовала вам, здесь бы места живого не было. Вы знаете, а из-за того, что говорю правду, остаются только те, кто ее любит. И вот он хорошо сказал, Евангелие невозможно полностью проповедовать, полное Евангелие, без того, чтобы не обидеть и не смутить. Так что, мои дорогие, если вас Евангелие обижает, мне вас жаль. Если вы смущаетесь от Евангелия, мне вас жаль. Подумайте о себе тогда. А если вас это радует, если вы находите в этом благоволение, благословение, вы на правильном пути, тогда вы придете и будете жить во свете. И вы сами станете светом для мира, для дома, везде. Благословляю вас, мои любимые. Благословляю вас, небес光 и Субтитры подогнал «Симон»!